Здравствуйте! В эфире программа «Содержание» на радиостанции «Фенам.ФМ» 99.6. И сегодня у вашего ведущего Александра Лепницкого мой тезка, руководитель агентства «Кушнир Продакшн», крупный продюсер современной музыки, легендарный издатель, историограф русского рока Александр Кушнир. Привет! Всем привет! Саша был у меня уже год назад в эфире, тогда он рассказывал про свой проект, книгу, которую он пишет уже несколько лет, про Сергея Анатольевича Курехина. Да, Саша, где книга? Почему он пришел не с ней сегодня? Ну вот я так и знал, что я приду и начнутся вопросы, вот всякие. Вот ты, Лепницкий, знаешь, как такая вот бухучет, даже не бухучет, а как же это называется? В общем, какая-то налоговая проверка. Книга в работе, и когда мы сейчас говорим про безумную механику русского рока, это вот такое рабочее название книги про Курехина, наверное, мы можем вспомнить, как летом собрались все наши друзья, партнеры-современники Курехина на несколько круглых столов и почтили его память 15-летие со дня смерти. Был и Артем Троицкий, и Юра Сопрыкин, и Сергей Летов, и Митропольский, и Ухов. И вот вспоминали его, и эти воспоминания, они также лягут в основу книги. Я надеюсь, что если все будет хорошо, в следующем году мы книгу Сергея Курехина «Безумная механика русского рока» будем держать в руках. И в частности, вот спасибо, что передача «Содержание» на Финам.ФМ поддержала там как бы меня вот в этом стремлении эту книгу доделать. Да, я просто жду ее с нетерпением, а теперь представлю тебя как одного из людей, который больше занимается молодежью, чем стариной. Несмотря на то, что твои книжки «Золотое подполье» и «100 лучших магнитоальбомов русского рока» являются классикой нашей, можно сказать, рок-литературы, все-таки сегодня ты у меня в эфире по заслугам. Уже десятый фестиваль «Индюшата» прошел совсем недавно в клубе «Б2». Я имел честь представить одну из групп, о чем я скажу позже, со сцены «Б2». Расскажи, как вырос этот фестиваль? Я так понимаю, что вначале это были «Индюки», где ты со своими партнерами по 80-м славным героическим годам, еще ребятам, вышедшим из рукописных журналов «Урлайта», твои партнеры и Сергей Гурьев, и прочие легендарные рок-журналисты, рисковавшие тогда в какой-то степени наряду с рок-музыкантами и свободой, и определенными гонениями. Собственно, вот об «Индюках» вначале несколько слов. Что это было? Ну, рассказ классический надо начинать с того, что испокон веков, еще с самого начала 80-х, как в традициях московской подпольной рок-прессы, было поддерживать всеми силами, всеми фибрами души молодых русских артистов, рок-артистов, инди-артистов. И будь то самый первый московский журнал «Зеркало» — это 80-81 год, или журнал «Уха», чуть позже, или журнал «Урлайта», это мы говорим про 80-е годы, вот, они создали такую культуру квартирных концертов, когда в акустике молодые тогда еще Гременщиков, Цои, Науменко выступали, и, собственно, про это писали эти самые журналы. Позднее, когда рок-н-ролл вошел в полную фазу, в полный рост, и стали проводиться большие фестивали, такие как «Подольск», «Рокпанорама», там, фестивали памяти Башлачева, памяти Цоя, как бы уже, может быть, не то что как альтернатива, а как дополнение к ним, возникли крупные фестивали независимой музыки, музыкантов, которые не ориентированы на радиозвучание, которые, скорее, ориентированы на клубные концерты, вот, и один из таких крупнейших фестивалей, который был дитю нашего совместного с Гурием и с Волком журнала «Контркультура», фестиваль назывался «Индюки». Как бы очень многие начинают дурашливо хихикать, услышав слово «Индюк», вот, на самом деле не все так просто, потому что, с одной стороны, «Индюк» — это такая гордая, свободная русская птица, которая с собой олицетворяет независимость. А почему она русская? Что-то все время про русских. Секундочку, мы сейчас... Еще невозможно сконцентрироваться. Так, давай, давай. Вот, да, ну, хорошо, я тебе сделаю подарок, значит, не про русские. Джон Леннон написал одну из своих великих композиций, которая называется «Колд Тарк». И люди, плохо знакомые с английским языком, переводят это как «Холодный индюк». Нифига это не «Холодный индюк», это просто наркосленг и состояние абстиненции. И, в общем, на стыке гордая русская птица, состояние абстиненции, термин «Индепенд» независимо возник в фестивале «Индюки», который поддерживал такие группы, как инструкция по выживанию, комитет охраны тепла, «Иванов Даун», «Мисси антициклон», ну, как бы вот такой топ-20 русской независимой инди-музыки. Я входил в состав оргкомитета этого фестиваля, на моей квартире, собственно, пили много литров чаев и закусывали свежими батонами. Значит, и один раз случился казус, казус, который, в общем-то, лег в основу индюшат. Из Харькова передали 250-метровую катушку, на которой находилось три группы. Казма-казма, Чужой и Эльза, не путаюсь с океаном Эльза. Вот, всё это называлось «Новая сцена», и люди ориентировались не на острые социальные тексты, они там не проклинали коммунистов, они делали музыку, которая с успехом могла бы издаваться на лейблах «For ID», «Mute». То есть, как бы это был действительно такой актуальный европейский индепендент. Вот, и я в восторге там начал прыгать по потолку, бегать по столу и говорить, вот, наконец-то у нас свежая, актуальная европейская музыка. И натолкнулся на полное непонимание своих коллег, которые были сильно заточены под социальные тексты, и они сказали, что это неплохо, но это не материал индюков. Вот, я опешил и сказал, ну что, ну тогда я буду делать свой фестиваль. И? И родились индюшата. Да, и родились индюшата, и буквально, буквально я помню, что события развивались очень быстро, мы говорим про 90-91 год, кажется индюки прошли в апреле, а буквально через 2-3 недели в мае в Твери прошли первые индюшата, и там был супер состав, там был восточный синдром, там был комитет охраны тепла, там была гениальная киевская группа «Работа Хо», и там было совершенно бешеное, безумное трио «Любимцы Троицкого» и «Вонов Даун». А совсем недавно прошел 10-й фестиваль индюшата, юбилейный, поэтому мы сегодня и разговариваем об этом очень важном для растущей... Субкультуры. Субкультуры, да. Я хочу сказать, что тебе и в какой-то степени мне принадлежит честь, собственно, вот, скажем так, открытие новой волны чисто украинской рок-музыки, если ты помнишь, в конце 80-х годов я работал с группой «Колежский асессор», они записали чудесный альбом у нас в студии «Звуков Му». Тогда еще и не слыхали мы про монстров сегодняшнего славянского рока «Океан Эльза» и прочее. Вот. И вообще, мне кажется, заслуга индюшата, твоя лично, это то, что... Я, кстати, тебя поправил, ты все время говорил, русский рок. То, что под крыло индюшат попадают птенцы совершенно разных народов, которые ранее входили, конечно, в Советский Союз, но сейчас, благодаря неумелому политиканству, разбежались в разные стороны, а ты, вот, Александр, с индюшатами, их как раз, опять-таки, под крыло большой вот этой рождественской индейки. Индюшат собираешь. Расскажи дальше, что было в 90-е годы, ведь тогда очень важно было, на мой взгляд, сохранить какую-то консолидацию и среди продюсеров, и среди организаторов, среди журналистов, среди музыкантов. Как это удавалось сделать в 90-е? Ну, я хочу, пользуясь случаем, сделать два заявления. Заявление первое. В принципе, организовать и сделать фестиваль с нуля может любой человек, влюбленный в музыку. И когда я делал первый хиндюшат, формально, вот, первый год это был 90-е, и еще даже было название дурацкое, то есть, вот, самый-самый первый фестиваль он назывался «Антиспид рок-н-ролла», и уже второй начал называться хиндюшата. «Откуда такое идиотское название?» Ну, можно подумать, что я сошел с ума, но не совсем так. Как бы я ничего не умел, и, как бы, я рассуждал по принципу «вяжемся в драку, а там посмотрим». И на остатках комитетов комсомола каких-то вот таких денег удавалось, удавалось бесплатно получить какие-то местные дома пионеров и школьников, то есть, тогда слова-то аренда такого не было. Вот, удавалось за счет каких-то остатков социальных связей практически бесплатно получать шикарную, просто нереальную аппаратуру, которая впоследствии стала основой тверской студии «Салам», на которой писалась Пугачева, Агутин и так далее. То есть, реально отличный аппарат был. Вот, и идея рок-движения, она была настолько сильна, что вот все те группы, про которые я говорил, это все-таки имена, это и «Восточный синдром», и «Работа Хо», и «Ван оф Даун», и комитет «Охрана тепла», и, как бы, и многие другие, «Монумент страха» из Питера, «Пупсы», группы все приезжали, то есть, никто не задал вопросы про гонорары, про дорогу, то есть, как бы, важно было сыграть, и, ну, соответственно, функции руководителей фестиваля, они были несложные, то есть, это координация, как бы, в одном месте собрать все яйца в одной корзине. Это клуб, это аппаратура, это музыканты, это журналисты. И просто по одному свистку все прыгали в электричку «Москва-Тверь» и несколько лет подряд ездили, то есть, непонятно было, как возвращаться, если оставаться в Твере, где ночевать. То же самое было у музыкантов, но идея была настолько сильная, я помню, что зал был буквально на 350-400 мест, вот, и в нем находилась от силы, не буду сам себя обманывать, не больше ста человек, но это были правильные люди. Это уже было «Тверь» или еще «Калинин»? Это был «Калинин», да, это был «Калинин», и ты представляешь, вот, дуракам везет Илья Бортнюк, достаточно известный сейчас статусный питерский продюсер, который делает фестиваль «Серия лета», он был еще всем молоденьким парнем, впрочем, как и я, и привозил питерские группы туда по наводке Троицкого. Троицкий позвонил, ему сказал, слушай, там Кушнир-фестиваль делает тысячи там свои монументы страха, монументы страха перепилили электропилой гитару прямо на сцене, подключив датчики, вот, и Илья, спасибо ему огромное, это тот человек, который чудом, по-моему, выкрал из архивов, из аналов Калининского телевидения запись этого фестиваля, и он показал спустя 20 лет на сцене клуба «Б2», как это было, у меня там прямо слезы на глазах были, вот, и середина 90-х, начало середины 90-х, это то прекрасное в чем-то время, когда ярких групп было много, а мест, где им играть, было мало, и идея фестиваля мне казалась очень светлой и благородной, чтобы дать, ну, возможность таких трамплинов, взлетных площадок для музыкантов, при том, как правило, это были не московские группы, поскольку, ну, как бы в моей лохматой голове тогда казалось, что, ну, как бы надо помогать регионам, потому что москвичей и так достаточно возможностей как-то о себе заявить, вот, и таким образом родилась концепция «Индюшат», что на фестивале выступает группа, которая впервые, впервые выехали за пределы своего города, это ли их первый выездной концерт вообще, или были даже пару раз такие ситуации, как первый концерт в жизни вообще. Ну, вообще-то я напомню моим радиослушателям, тем, кто не в теме твоей биографии, что ты сделал немало, чтобы из этих самых регионов переехали в Москву ведущие современные рок-музыканты, я имею в виду и Муми Тролль и Земфира. Вот немножко об этом, то есть одной рукой ты работал совсем с молодыми авторами, а с другой стороны ты поддерживал людей, которые уже как-то состоялись, но в московскую тусовку вписывались не сразу. Ну, я думаю, что они, конечно, бы и без меня переехали, но удалось находиться в центре этого суперциклона 96-98 годов, и вот удивительно, будь то Илья, будь то Рамазанова, как бы эти люди, они всегда были транснациональны, и у них не было никакой привязки к местности, к которой они родились, будь это Владивосток, или Лондон, или Уфа, или Москва, то есть как бы все в порядке, человек садится, записывает 12 песен, и потом все это выходит миллионными тиражами. То есть, ну, какая бы вокруг тебя команда ни была, все-таки все определяет талант, сила песен, как бы яркое альбомное мышление и индивидуальность. Поэтому не имеет значения, вот, в паспорте участвует, какое месторождение, абсолютно. Да, я помню тот момент, когда ты представил меня такую еще на тот момент совершенно невзрачной девушке, худенькой, которая вручила мне, значит, кассеточку эту маленькую, и ты сказал тогда, Саш, на этой кассете написаны песни, которые будет петь вся страна. Я не поверил, честно говоря, это была Земфира. И где это было, ты помнишь, это было какое-то странное место. Ну, какой-то из клубов, наверное, тогда только стали появляться более или менее вменяемые клубы, типа Бункера на Тверской, то есть, скорее, где-то там, наверное. Вот. Но, 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 я хочу сказать, бросить этот небольшой такой камушек в твою сторону. Получается так, что ты наряду с Мишей Козыревым и являешься, в общем, одним из отцов того явления, которое получило такое название, скажем, не слишком благозвучно, ракопопс, да? Собственно, вот эти все группы, сами по себе очень неплохие и ведущие артисты уже нулевых годов, они в какой-то степени на долгий период заслонили заслуги русского рока 80-х и сместили его, скажем так, немного на периферию. И чувствуешь ты некоторую ответственность за это? Ну, конечно, чувство. Я вообще очень ответственный человек. Вот, а если серьезно, если серьезно, просто, я думаю, корни источники вдохновения и у Логотенко, и у Ромазановой, как ни странно, в каком-то смысле, и у Козырева, такие группы, как Би-2, Чичерина, Смысловые Галлюцинации, Total, источники моего вдохновения. Это большая пятерка английского брит-рока, извиняюсь за эту автологию, и Blur, и Oasis, и Suit, и кто там еще дышал им в спину, и Pulp, и Radiohead. Безусловно. И, соответственно, как бы вот эта музыка, она тогда была в ушах. И вообще, честно, мне тогда казалось, что это навечно. Что это, как бы то, что там люди собирают 80 тысяч на Уэмбле, что пройдет какие-то 3-4 года, и 80 тысяч будет в Ложниках. Но был такой период повального увлечения брит-роком, когда обложки от чуть ли не всех европейских журналов выходили такие разделенные пополам. Тут Дэмон Алборн из Blur, тут Лаем Галлахер, вот эти все противостояния. И вообще очень классная эпоха, потому что, пересматривая сейчас фильм про брит-поп, я вижу, когда там на центральных британских каналах в прайм-тайм программы Саш Новости начинались с того, что ведущие говорили. Сегодня одновременно в один день вышли новые синглы Blur и Aziz. Кто победит? Кто будет продаваться быстрее? То есть я представляю у нас программу «Время», которая начинается с того, что говорится, там сегодня Стас Михайлов и Юрий Шевчук одновременно выпустили свои синглы. Смешно, правда? Да, против Гриша Лепса. Да-да-да, кто победил. Нет ли здесь некоторой такой профанации, когда, в общем-то, на эстраду, можно сказать, за уши тащат имена великих поэтов, совершенно по-другому относящихся, на мой взгляд, все-таки к искусству таких, можно сказать. Ну и Каров нашей поэзии, нашей словесности XX века, я для того, что, то, что называется словом «пошлость», когда это все размывается, и если вспомнить слова Высоцкого, «я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю», как ты относишься к такой, некоторой, на мой взгляд, спекуляции именами великих поэтов? Ну, я оцениваю артиста в контексте или альбома, если речь идет про студийную работу, или в контексте целого, там, сорока, там, или пятидесятиминутного концерта. Майолика, на самом деле, из боком забытого Петропавловска в Казахстане, и, наверное, одна из самых бескомпромиссных групп, которые играли на индюшатах, и, ну, как бы жили бы, они там себе не тужили, и никто бы их не знал, но вот удалось их вытащить в Москву, еще сделать пару-тройку выступлений, и, в принципе, вот ты говоришь, там, рок-опопс, русский рок, в принципе, то, что они играют по стилю, это уходит корнями в рок 80-х годов, с моей точки зрения, достаточно сильной поэзии, но не факт, что эта песня самая такая яркая, вот, и, ну, как бы, я этим людям верю, потому что у них в жизни, помимо музыки, вот, насколько я знаю, там, быт, образ жизни, там, образ мышления, больше ничего нет, и я дико извиняюсь за нескромность, вот, как бы, вот такие выезды в Москву, то есть, неважно, это фестиваль индюшата, или, там, родственные фестивали, там, Степной Волку, Троицкого, или Темные Лошадки у Дениса Бояринова, это, как бы, возможность людям не умереть, как творческим единицам, вот, и поэтому, как бы, вот, сам факт их существования, бескомпромиссности, неконъюнктурности, он заслоняет, как бы, для меня все остальное, вот, и, ну, я, наверное, все-таки, я такой человек, который за свежесть Родину продам, то есть, и поэтому, не стесняюсь об этом говорить, и поэтому, как бы, основы индюшат составляют, как правило, региональные группы, которые, может быть, они не, они очень далеки от понятия монетизация, вот, они, может быть, не конвертируемы в контексте, там, туров, там, по московским клубам, я уже не говорю про Европу, какая там Европа, но они чудо как хороши с точки зрения свежести идеи, вот, а, как бы, сырость, она находится в начале любой идеи, ничего страшного в этом нет, это не смущает, наоборот, надо поставить плечо и помочь. Ну, спасибо за то, что ты им помогаешь, но с точки зрения, скажем, попытки прорвать определенный, определенный занавес, который уже железным далеко не назовешь, но, тем не менее, он существует, изоляцию российской, можно так сказать, восточнославянской рок-музыки в мировом контексте, вот я об этом хотел бы поговорить, я так понимаю, что помимо поддержки таких регионов, как Украина, Казахстан, вы поддерживаете группы, которые поют на английском, с какой целью, ведь это далеко от того содержания, на котором, собственно, вырос, вырос ты, выросла твоя компания, журналисты 80-х годов. Вот, я совершенно не засыкливаюсь и не рефлексирую, на каком языке поет группа, да, действительно, там, 3-4 года назад, по-моему, впервые в истории Индюшат, Гран-при, главный пресс-фестиваль выиграла группа из глухого Краснотуринска Свердловской области, группа Аверан, которая пела на английском, я язык воспринимаю, как еще один музыкальный инструмент, вышеупомянутый сегодня в передаче Сергея Анатольевича Курехин, например, управление страной, там, и политику воспринимал, как еще один музыкальный инструмент, такой же, как фортепиано, там, или бас-гитара, вот, и поэтому, не знаю, у меня немножко, может быть, нетипичное восприятие артиста, с одной стороны, для меня очень важна картинка, вот, что происходит на сцене, что мы видим, с другой стороны, флюиды, энергетика волны, то есть, что от этой картинки исходит, третья, которая, ну, наверное, по гамбургскому счету первая, это степень оригинальности того, что происходит, а это рыбий язык, русский, украинский, английский или немецкий, это не более чем одна из красок в палитре, это инструмент, которым художник вправе пользоваться, поэтому для меня язык не является критерием. Группа из Великого Новгорода Кира Лао, Александр, расскажи, удалось ли им с такой, скажем, необычной манерой иметь успех на индюшатах? Кира Лао выиграли, то есть, наверное, это самое яркое пятно индюшат прошлого 2010 года, напомню, Саша уже говорил, что фестиваль проходил в Икре, и... Это клуб Икра. Клуб Икра, опять напомню, это очень важный для меня момент, что группы, которые выступают на этом фестивале, они в Москве играют первый концерт, в каком-то смысле первобрачная ночь, и журналисты, критики, промоутеры, продюсеры видят их впервые. Но, возможно, поэтому есть довольно большой устойчивый интерес прессы. Кира Лао была сенсацией фестиваля «Пустые холмы», который проходил под Москвой, и нарисовалась в самый последний момент, и произвела на всех зрителей фестиваля индюшатах 2010 неисходимое впечатление. Ну, представьте, картинка выглядит таким образом. Сидит тетка, немолодая, с гуслями, рядом девушка с велончелью, сама Кира шаманит всякими обработками вокала, играет на фортепиано, тут же битбоксер, тут же басист, гитарист, барабанщик, перкуссионист. В общем, банда достаточно большая, это абсолютно ни на что не похоже из того, что я до этого видел или слышал, и часть песен на русском, часть песен на английском, опять-таки, повторюсь, язык значения не имеет. Вообще, это, конечно, чистой воды шаманство, какая-то вот такая ворожба. Вот, как бы, в каком, Кир, в каком стиле вы играете? Да я ворожбой занимаюсь на сцене. Вот, такое шаманство, может быть, очень женственное. И, как бы, они признавались, что индюшата для них сыграли большую роль, поскольку, ну, они же там все расслаблены в Великом Новгороде. Соответственно, они мобилизовались, выпустили альбом, который я искренне считаю самым сильным альбомом прошедшего 2010 года, дебютный альбом. И потихонечку, потихонечку стали перебираться в Москву, в Питер. И буквально на днях я оказался под сильнейшими впечатлениями концерта в Чайна Таун-клубе. Насколько мне известно, помимо меня, большой их поклонник Артем Троицкий. И такая музыка, она по определению не может быть популярной. Она очень элитарная. Но те, кто вот глубоко погружен вот в такие ворожбы, в такие шаманства, ну, должны быть несказанно рады и счастливы, что вот появилась такая группа, ни на кого не похожая. Да, я-то как раз из тех людей, кто люблю такую музыку. Спасибо. И я был на их концерте, мне очень понравилось. Давай пойдем дальше. Кто, собственно, судит эти фестивали? У вас же, собственно, представлены люди, обладающие разного рода призами разных индюшат. Кто? А суди кто? А суди кто, существует оргкомитет, состоящий из всех тех, кто мне помогает делать фестиваль. Это и сотрудники музыкальной информационной агентства Cushion Production, и как бы известные журналисты и промоутеры. Как правило, первая двойка, тройка, она вырисовывается сразу же. И я не знаю, получится ли у нас по драматургии. Вот сейчас сказать про это, вот прошлый фестиваль получился довольно яркий на открытие, поскольку помимо Кирылау была и вокалистка, голос французской группы «Новый львак», живущая в Питере, Жене Любичу, которая в декабре, насколько мне известно, состоится презентация дебютного альбома. И группа «Обе две», которая, опять-таки, как и Кирылау, как и Женя Любич, впервые сыграли в Москве. И с тех пор, по-моему, обе две самое яркое открытие. Вот последнего сезона, и их песни заняли первое место в хит-параде телеканала «Иван». Если говорить про Женю Любич, то ее песни были у меня в эфире, и даже не один раз она стала любимицей Андрея Макаревича с его фестивалем «Сотворение мира в Казани» и, соответственно, «Степного волка». А вот «Обе две», эта группа из Екатеринбурга, у меня в эфире еще не звучала. Видите, странная арифметика. Фестивалю 20 лет, поскольку были паузы между 1996 и 2006 годом. Что-то мне в какой-то момент показалось, что идея себя исчерпала. И 10 лет о фестивале не было ни видно, ни слышно. Потом в 2006 году, ну, вошли мы второй раз в одну реку. И пошел он опять, стал традиционным. Соответственно, в 2011 год был 10-й юбилейный фестиваль. Мы перебрались в еще больше клуб, в Б2. Два дня фестиваля, 15 групп. Опять Питер, опять Урал, опять Сибирь, опять Украина, опять Белоруссия. То есть, ну, очень широкий географический обхват. И, ну, наверное, наверное, впервые за все 20 лет фестиваля мы отбирали группы Саш не по промо-записям и демо-записям, а в маленьких клубах Москвы мы сделали два отбора. Один был весенний, он прошел в клубе «16-то», назывался «Семь мгновений весны». Почему «Семь мгновений»? Потому что было семь групп. И второй отбор был летний. Поэтому, ну, в каком-то смысле мы были в блестящей форме. То есть, мы понимали, кто... То есть, как бы это уже было как-то по-взрослому. И прямо по ходу фестиваля я опрашивал очень многих критиков, музыкантов. Журналисты, они говорили, что фестиваль очень вырос, потому что группы шли как танки. И одни самобытности сменялись другими самобытностями. Одни яркие группы сменялись другими яркими группами. Группа из Донецка-Киева под названием «Севенс Дэй». Седьмой день были чудо как хороши, но тогда прорваться не смогли и распались. И вот, как бы в новом качестве, как Бахарама, они выступили в сентябре этого года в клубе «Б2». И очень яркий у них вокалист Рома Бахарев, который целиком заслуженно выиграл приз «Лучший мужской вокал». Я тоже бы отдал свой голос солисту этой группы за «Лучший вокал». Безусловно, супер. Молодцы. Соответственно, из Украины, кроме Бахарамы, была еще очень любопытная певица. И, по-моему, Саша, ты ее видел. Ой, она мне очень понравилась. Гапочка. Да, значит, Гапочка — это имя девушки, которая поет свои песни. У нее очень хорошая, очень сыгранная группа, и прикольно, что на Украине они выиграли такой достаточно престижный фестиваль «Фендерфест», и как победители умудрились перед индюшатами доехать до Лондона и сыграть там несколько концертов в лондонских клубах. Я уверен, что у этой девушки, у этой группы великолепное будущее. Талантливая, безусловно, Гапочка. Запомните, запомните, это Гапочка. А сейчас я все-таки предлагаю вернуться ближе к родине русского рока в Санкт-Петербург, и вот эта группа «Эффект Допплера», которая недавно совсем разогревала в Санкт-Петербурге концерт знаменитых «Марчибо». Расскажи немножко о них. Попали, как и видимо, следующий герой нашей программы в последний момент по Блату, по рекомендации Кирылау. То есть там мы замахнулись на Прибалтику, и у нас было пара симпатичных прибалтийских групп, там начались какие-то проблемы с визами, посольства, культурологические связи между странами нарушены. И оказалось там, скажем так, одно-два вакантных места, ну, буквально в последний момент. И я начал спрашивать у всех знакомых, вот есть ли у кого-то что-то эдакое. И Кира говорит, что в Питере есть группа, существует достаточно давно, в Москве ни разу не выступала, но тебе должно понравиться. Кира, я еще раз напомню, это Кира Лау, которая победительница за Нью-Ша 2010 года. Я увидел на экране монитора какой-то еще суперклип, который бы сделал честь любому артисту, вот я уже упоминал 4.ID или Mute, то есть наглухая европейская группа, никакой привязанности ни к Питеру, ни к Москве, ни вообще к нашей святой земле. Вот. И вопрос был решен буквально в течение 15 минут, смс-ка, телефон, звонок в Питер, я кушнир, Нью-Ша-то, едем. Это была группа из Санкт-Петербурга, эффект доплера с песней «Радар». И вокалистка выиграла, соответственно, приз «Лучший женский вокал», это смотрелось совершенно изумительно и слышалось. Слушай, вообще, подозреваю, что ты все-таки испытываешь большую симпатию к девушкам на сцене. Никогда не задумывался, то есть, ну вот, все-таки есть такой хук, или тебя музыка вставляет, там, сбивает с ног, или не сбивает, там, кто вокалист, пол, возраст, цвет кожи. Ну, как-то так. Ну, хотя, может, ты и прав. А теперь опять группа из Великого Новгорода. Интересно, что этот, в общем-то, на сегодняшний день небольшой город для индюшат поставляет регулярно стабильно, да. Да, своих звезд. Хаос и хитроу. Хаос и хитроу. Картинка выглядела следующим образом. Заканчивался второй день десятых юбилейных индюшат. Часы на курантах пробили полночь. К моему дикому восторгу в В2 еще было, ну, там, достаточно много народу, зрителей. И выходит на сцену девушка. Это была Кира Лао, которая вышла, победительница предыдущей индюшат. Говорит, я хочу представить свою землячку. В этот момент там какие-то дядечки выносят допотопные клавиши, пошарпанная табуретка. Говорит, ну, вот она первая в Москве, и вообще это чуть ли не первый ее концерт. Ну, как бы, Хаос и хитроу это сольный проект девушки из Великого Новгорода Риды Поповой. Садится такая рубинсовских форм Рита за фортепиано. Первое, что она делает, она снимает правую туфлю. Значит, то есть, одна нога остается в обуви, а вторая нога босиком на педаль. Как круче волн. Очень может быть. И, то есть, сложно с тобой спорить. И просто начинают играть какие-то свои вариации на тему Dresden Dolls группы Иоманды Палмер. И через три минуты зал просто смело к сцене. И, ну, как бы, да это была какая-то магия, мистика, таинство. И настолько сильная, что примерно на четвертой песне я успел обижать весь составор комитета. И говорю, ну, разговор выглядел таким образом. Я говорю, да. И мне все говорят, да. Значит, и когда она заканчивает играть последнюю песню, я выхожу на сцену. До этого, как бы, я страдал какой-то там дурацкой скромностью, ни разу не выходил. И сказал, что, вы знаете, Индюшот такой странный фестиваль, и в нем очень много странностей, неожиданностей. Обычно мы итоги говорим потом. Но сейчас настолько все очевидно, что даже несмотря на то, что, возможно, меня заподозрят в каких-то финансовых отношениях с мэром Великого Новгорода, второй год подряд гран-при уезжает в Великий Новгород. И сидит Рита, которая не понимает, что я сказал, и я прямо при всех начинаю объяснять, что девочка, ты вот выиграла все. Вот. Она достает откуда-то из-под кофты маленькую гитарку, укулель гавайскую. Я говорю, сыграй, пожалуйста, что на бис. Она говорит, ладно, я вам в Лаги Гагу сыграю на гавайской гитаре, да, маленькой. И это было совершенно потрясающе. Ну что ж, я надеюсь, что если в ближайшие шесть лет наш тандем достроит, наконец, приличную дорогу до своего родного города, то, собственно, Великий Новгород, который как раз находится между Москвой и Питером, станет одной из рок-н-ролльных столиц, судя по этим открытиям Индюшат. И найдется свой родище, в котором про это напишет книгу, как путешествие из Петербурга в Москву. Да. Александр, мы с тобой уже должны прощаться. Быстро пролетела наша встреча, потому что группа молодые, яркие, интересные. И хотя они все больше тяготеют к интернациональному контексту и к песням на английском языке, значит, недалек тот день, когда мы действительно вступим в Евросоюз. Видимо, действительно недалек тот день, когда мы вступим в Евросоюз, а дальше уже там и в НАТО, да, если все тут смогут понимать песни на английском языке артисток из Великого Новгорода. И вот... Парадокс, согласись, да. Да, парадокс. Но это очень здорово. И многие люди моего поколения не верят в англоязычную музыку. Я помню, что тот же сам Троицкий еще 10 лет назад говорил, а, группа поет на английском, это никому не надо. Это, кстати, ну, может быть, Вась Шумов последний, кто стоит на том, что русская русская музыка должна звучать на русском, на родном языке. А вот ты меня вытащил на сцену в Б2, чтобы я представил ребят из Харькова. И я был очень рад, я вспомнил их. Мы с ними познакомились в 1988 году на совершенно уникальных концертах звуков Му в Харькове. Там, кстати, проживала бабушка нашего барабанщика Алексея Павлова. Так что у нас есть корни в Харькове. И мы к ней ходили в гости, она там готовила какие-то вареники. Вареники, правда. Вареники, да. И местные любера там нас хотели побить и бросили там нам на сцену какие-то масляные гвозди огромные, дюймовые. Это был такой жест. Дюпеля такие. Дюпеля, да. Вот. Так вот, Фуахока это, собственно, группа, которая начинала давным-давно, да? И играла на первых индюшатах, и, собственно, из-за них-то произошли там, произошли индюшаты из-за них, то есть индюки переквалифицировались в индюшата. Начинала, называлась группа «Казма-казма». Играла, она состояла из талантливейших пацанов 17-18-летнего возраста из Харьковского музучилища, которые стилизовали музыку 17-18 века с духовыми и объявляли ее так. То есть мы исполняем музыку тех времен, когда в Европе царила чума, а люди все равно танцевали. И эти молодые пацаны, они просто разносили все вокруг. Я их очень любил. Прошло 20 лет. «Казма-казма» в чистом виде не существует, но существует такой сайт-проект «Осколок», где и лидер Женя Ходыш принимает участие, называется «Фоохока». И, ну, как бы, история, она, конечно, идет по спирали, но иногда и по окружности, как фильмы «Тарантино», с чего начинается и теми заканчивается. Поэтому и логично, что передача нашему «Мы заканчиваем группой», которая, с одной стороны, в далеком 90-м или 91-м году выступала в Твере на одном из ранних фестивалей «Индюшата», и которая уже такая возмужавшая в новой модификации выступила этой осенью в Москве в Б2. Саша Лепницкий их объявлял. Многие из групп, которых мы сегодня слышали, они приедут в Москву на такой камерной автопати для друзей. Он состоится 8 ноября в клубе «16 тонн». И вы сможете услышать «Эффект Доплера» и «Риту Пуфову», поэтому приходите. Ну, я обязательно приду и «Индюша» там серьезного оперения, не лечь на рождественский стол раньше времени, вырасти и взлететь. И взлететь, и облететь весь земной шар. Спасибо тебе, Александр. Счастливо.